Школьная газета – отражение жизни учебного заведения. Короткие заметки, фотографии, расскажут о прошедших праздниках и деловых событиях школы. Все от начала до конца здесь делают сами ребята. Педагог только направляет. В следующем номере фотографии у нас, получается, не получились, да? Жаль, нехорошо, надо в следующий раз уже учитывать. В газету многие сначала приходят из любопытства, не всегда понимая, что для того, чтобы стать хорошим журналистом, надо учиться. По мере того, как они начинают даже писать эти мини-свои статьи, то есть они понимают, что именно уроки русского языка и литературы тоже важны и начинают интересоваться и заниматься более глубже. Ребят тянет сюда. У каждого свой интерес, свои цели. Я хочу быть журналистом и все, что связано с журналистикой, работать в газетах, брать интервью. Мне просто это очень нравится, это весело, интересно. Я научилась писать хорошие статьи, ну, в хороших размерах. Брать интервью я научилась. София Чуб – фотокорреспондент газеты, о чем с гордостью заявляет, добавляя, иногда фотографии могут рассказать даже больше, чем статья. Когда ты фотографируешь, там, например, танец, могут быть и движения в тексте, невозможно передать всего этого. В течение всех 15 лет газета постоянно менялась, превращаясь из стен газеты в полноценное цветное здание из 16 полос. И пусть тираж всего 10 экземпляров и печатается не в типографии, а силами родителей, газета живет и любима ребятами и учителями. Газета менялась, менялась название, менялись эмблемки. Мы вот сейчас в этом году тоже попытались немножко придать ей новую жизнь, новую эмблемку. Но от традиций мы стараемся все-таки традиции соблюдать. А еще газета – постоянный участник и победитель всероссийских и международных конкурсов, что дает еще больше стимул к развитию. Татьяна Брулова, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.